Приветствую вас, информации о себе. Конечно, вы дали довольно мало, и такая достаточно, знаете, не столько даже серьезная, сколько просто обширная проблема, она не решится вот так, за одно такое вот обращение всегда на сайт. Синтонатика в целом кроется в том, что вы в себе, ну, недостаточно уверены. Синтонатика кроется в том, в целом, что вы боитесь. Синтонатика кроется в целом в том, какое значение вы предаете вот интимной жизни своей. Понимаете? И симптоматика кроется также в том, как вы выстраиваете взаимоотношения с девушкой. То есть, как вы взаимодействуете с ней, как вы ее воспринимаете и так далее. Потому что вот, если вы говорите, что, значит, как только все доходит до непосредственно полового рака, элекция начинает очень сильно слабить. И это зачастую, зачастую, если у вас все в порядке с здоровьем, то это зачастую связано именно с тем, как вы сам себя воспринимаете. То есть, я имею ввиду, что вот от того, как вы видите свою девушку и себя, вот от этого, в принципе, и зависит то, что... что с вами сейчас происходит. Поэтому я думаю, я думаю, что начинать работать нужно именно с этого момента, с этого аспекта. то есть прорабатывать сперва то, что вам кажется важно. Прорабатывать свою модель мужского поведения. Выздравить с девушкой более доверительные отношения, если угодно. Значит, расслабляться. Подумать о том, как оздоровить себя. Кушать больше продуктов, которые непосредственно повышают либидо естественным путем, такие как орехи, мед и так далее. Записаться в спортивную секцию или там тренажерный зал. Плавать в бассейне и так далее. Подумайте, чего вы боитесь. То есть, по-видимому, у вас есть именно страх, неудачи. Если вы боитесь этой самой неудачи, то ситуация такова, что он сковывает вас в страх, я имею ввиду. И с ним тоже нужно работать с этим самым страхом. И нужно понять, что именно с вами происходит. То есть вот, например, когда вы боитесь. И если произойдет то, что вы боитесь, то чего вы боитесь, если это произойдет, то чем это обернется для вас? Какие последствия будут, по вашему мнению, для вас? Это вот является теми направлениями, с которыми можно будет с вами работать. Обязательно к сексологу вам стоит обратиться. И, собственно, да, неуверенность в себе, проработка прошлого опыта, повышение уверенности в себе, изменение отношений к себе и так далее. Вот это все необходимо с вами прорабатывать. И я понимаю, что, может быть, вы другого ответа ждете, но вопрос серьезный, самостоятельно с этим справиться вы, скорее всего, не сможете. Кроме того, вам нужно обратиться к врачу и исключить все возможные плечи или подобного на физиологическом уровне. Помимо этого, нужно, чтобы вы все-таки постарались проработать с данным аспектом. И вообще, я бы предложил самое прицельное внимание обратить именно на то, как вы девушку воспринимаетесь. То есть, насколько у вас заверительные отношения, насколько вы девушке верите, насколько вы воспринимаете ее и так далее. И здесь самое главное не пишите. И очень важно, как вы воспринимаете отношения своей девочке к тому, что происходит. То есть, если вы, например, считаете, что девочка может как-то негативный вас воспринимать и вы этого боитесь, то это такая вот самая очевидная проблема. То здесь есть две стороны. Первая сторона заключается в том, что если девочка негативно воспринимает вашу неудачу, то, скорее всего, вся проблематика именно в тех представлениях о вас, которые она, эта самая девочка, вам дает. Вы эти представления о себе боитесь. Они вам неприятны. Они заставляют вас сомневаться в себе. И вот тонкость в том, чтобы эти представления постепенно менять, на другие. Например, на те, что неудачи могут быть. Что неудачи случаются. Что, по большому счету, нет ничего страшного в этом. И что девушка, если она воспринимает вас так, скорее всего, вас не любит. Вот это вот тоже довольно важный момент. Довольно важный аспект, о которых вам все-таки разговаривал с психологом. И это не диалог одного раза. Это даже не ответ на ваш вопрос, как таковы. Потому что есть слишком малых форм информации о вас. Не менее важен сексуальный образ. То есть, если мы говорим о том, что вам нравится, о том, что вас возбуждает, то это тоже важный аспект. И если вы с девушкой целуются, то у вас все хорошо, это одно. А если, допустим, допустим, она вас не привлекает внешне, это немножко другое. И знаете ли вы, что вам нравится? Знаете ли вы, что вам устраивает? Знаете ли вы, что вам понравится? Это вот тоже нужно разбирать. Этот вопрос, по большому счету, лучше прорабатывать с сексологом. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то дополнительные вопросы у вас остались, пишите в личку, я вам помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо.